Россиянам, в том числе и жителям Тверской области, в последнее время приходится выдерживать непомерную психологическую нагрузку в связи с непростой ситуацией в мире и в нашей стране. Это и последствия пандемии, события на Украине, экономический кризис и другие события. В начале марта в ЦИОМ провел опрос, в ходе которого респондентам предложили перечислить слова, которые соответствуют их сегодняшнему эмоциональному состоянию. Выяснилось, что и мужчины, и женщины испытывают злость, растерянность, страх, раздражение, грусть и тревогу. Отметим, что именно чувство тревоги большинство респондентов поставили сегодня на первое место. Как справиться с психологическими проблемами и не впасть в депрессию? Своими советами с нашей съемочной группой поделились горожане. Свои рекомендации также дали профессиональные психологи. Об этом в нашем сюжете. Для того, чтобы понять, что такое тревога, мы решили спросить у психолога, специалиста, который часто работает с подобным состоянием человека. Выяснилось, что это чувство появляется в одном только случае. Такое недифференцированное возбуждение, поднятие такой внутренней энергии, ну, кто-то называет это отрицательные эмоции. Когда человеку действительно сложно и сориентироваться, понять, что происходит, построить какой-то прогноз на будущее невозможно абсолютно. И это, конечно, усиливает тревожное состояние от того, что человек пытается сориентироваться. А сориентироваться невозможно. По словам Елены Шеметковой, в такие сложные периоды важно ни с кем не конфликтовать. В противном случае человек рискует оказаться наедине со своими проблемами. Таким образом можно легко заработать диагнозы, лечить которые придется в соответствующих клиниках у врачей, которые будут выписывать серьезные препараты. Впрочем, судя по опросу, который провела наша съемочная группа, жители областной столицы пытаются держать себя в руках. Мужчины вообще все это в себе держат, по большому счету. То есть не старают, как говорится, свои проблемы кому-то рассказывать. Расслабляюсь, смотрю фильмы, отдыхаю. Мне кажется, это лучший способ. Я стараюсь это проработать и понять для себя причину, что вызвало у меня эту тревогу. Либо с психологом, например, связаться, если самостоятельно не получается. Надо всегда быть спокойной и доверять. Доверять нашей армии, доверять нашему государству. Доверять всему, что будет, то будет. Понимаете, не бежать по магазинам, скупать. Там еще как угодно Богу, так и будет. Старшее поколение жителей Твери пережило разные времена, в том числе и 90-е. Поэтому знают, о чем говорят. Их опыт будет полезно перенять и научиться жить в реальных условиях, а не в виртуальных, когда социальная сеть заменяет человеку семью. Российские психологи уверены, что сейчас наступил период нравственного оздоровления общества, когда люди должны больше сфокусировать свое внимание на себя и своих близких. Сегодняшняя ситуация, она действительно будет сподвигать нас к нравственности и к духовности. Объединимся ли мы, сможем ли мы пройти эту ситуацию, помогать друг другу. То есть люди, в общем-то, должны развернуться к себе, а не в соцсети, где в телефонах. И еще, если вы находитесь в затруднительном положении и не готовы пока принимать какие-либо решения, не нужно унывать, а лучше вспомните слова героини, унесенных ветром, Скарлетт О'Харра. Я подумаю об этом завтра. И поверьте, когда вы успокоитесь, приведете себя в чувство, нужный ответ на волнующий вопрос придет сам по себе. Продолжение следует...